И всю жизнь считала себя сиротой. Я помню, я по два-три ночи плакала. Я себе завжди задавала питание, почему я нахожусь в интернате. Скитания по подворотням, голод подталкивали женщину на ужасные поступки. Мы убили человека. А когда она стала по-настоящему счастливой, в ее дверь постучал человек, который перевернул ее жизнь навсегда. Он заявил, что он с ней одной крови. Ей бы радоваться, но она пришла к нам за помощью. Женщина боится вернуться туда, откуда с таким трудом уходила и спасалась. Она боится за свою жизнь, и сегодня именно в этой студии мы или объединим семью, или выведем аферистов на чистую воду. Для этого нам потребовалось провести экспертизу ДНК. Тема нашей сегодняшней программы «Не жди меня». Это говорит Украина здесь, на телеканале Украины. Я Алексей Суханов. Здравствуйте. Обычно к нам на программу обращаются люди с просьбой разыскать своих родственников. Но та героиня, которая сегодня здесь, попросила нас совершенно об обратном. Давайте познакомимся поближе и узнаем историю от самой Надежды. Поприветствуйте ее. Надежда, расскажите все-таки о своей весьма необычной просьбе. У меня появились родственники. Естественно, внутри сразу у меня начали возникать питание, чи они настоящие, чи они аферисты. То есть вы боитесь, что вас сейчас могут просто обмануть? Конечно, естественно, я им это и в очи сказала. Внимание на экран. Надії 41 рік. Вона виросла без батьків. Усе своє дитинство жінка провела в Перечинському інтернаті. Вона пам'ятає, як щодня сиділа на підвіконні і вдивлялася в обличчя перехожих, намагаючись упізнати в комусь свою загублену маму. Бачила, коли до других приходили батьки, і я так, чому до мене не приходять? Як приходили батьки, я на всіх налітала і просто сказала там маму. Тепер життя Надії вже мало нагадує роки, проведені в інтернаті. Жінка живе у власній однокімнатній квартирі в містечку Виноградові, що на Закарпатті. Має дорослу доньку Катерину та тішиться маленьким онуком. Я днями, ночами робила, я себе не жаліла, я все хотіла дитину на ноги поставити. Здавалося б, про колишнє життя вже можна забути. Та раптом на порозі Надійного дому з'явився незнайомий чоловік. Те, що він сказав, назавжди перевернуло її життя. Так хто стояв на порогі? Він себе назив братом. Ну, я, звісно, подивилася, він був не добрий пах, грязний дуже такий був. Він бездомним був? Бездомним, так. Ну, звісно, така як я людина, я його пустила, тому що, ну, хоча б покормити його, щоб покупатися. Побоялись пустити в дом неізвісного чоловіка? Я завжди пускала таких до себе, зато для мене це не було страшним, тому що я знаю, що таке бомжування, і я хотіла чимось допомогти. Ви хотіли йому допомогти, ви його накормили, і наверняка, а, він помился, і наверняка ви розпросили його о тому, чому він считає себе вашим братом? Так. Я йому сказала, а що в тебе в свідоціці пише? Вот, ми почали свідоці. Що в тебе в свідоціці пише? І він мені почав казати, там, Лакатож Ольга Степанівна і батько Лакатож Михайло Йосипович. І я тоді сказала, і в мене так пише. І все. І після того ми розсталися і не бачилися. Послушайте, ну так ви йому поверили тогда? Не. Ну, що він хотіло? Що він говорив по поводу того, за чим він прийшов? Він нічого мені не відповів, просто сказав, я тебе шукав, я хотів бачити тебе, як ти виглядаєш, і все. Що було далі? І все, більше я його не бачила. Тобто він уйшов і пропал? Все, так. Як прийшов, так і уйшов. А, це дійсно доволі странно. Скажіть, Надіжда, як давно це було? Це було 9 років тому назад. 9 років тому назад. Але чому тоді ви поверилися до нас за допомогою именно зараз? Тому що пройшло 9 років. І як він прийшов, так і уйшов. І через 9 років ми знову зустрілися. Так він опять прийшов через 9 років? Ми зустрілися через 9 років знову. Где? У місті Виноградові. При яких обстоятельствах? Я йшла в город, мене друзі пригласили, ну, у кафе. І раз, я случайно просто голову повертаю. І раз бачу він. Грязний був, носки, ну, дуже, дуже, ну, як бомж. Він просто сказав, що він живе зараз у Чернігові. І мені почали декі деталі розказувати о своїй житті. Звісно, я вислухала його, і мені теж почали визнати свої питання в голові. Ви йому не вірите? Нет, нет. Іменно тому ви сьогодні тут в студії, для того, щоб разобратися і попытатися все-таки защитити себе від можливих мошенників. Конечно, конечно. Аферист і лі родственник? Понять, що із цього правда хоче нашу сьогоднішнюю героїню. Іменно тому вона сьогодні тут в студії. Тому що в її житті появився незнакомий мужчина, який утверждає, що він її брат. Але так ли це на самом деле? І почему наша следующа героиня називає Надежду сітрой? Вони ограбили його і горло перерезали її. Це настільки страшно, це, господи, не приведи, господи. Надежда, не помню с ним. Чем ви там занимались цілими днами? Нехорошими делами. Где ви його взяли? Где ви його взяли, всі ці документи? Він може відбувати у вас квартиру навіть? Як ви вважаєте, вот цей появившийся в вашій житті человек, почему він називає вас сітрой і що йому потрібно на самом деле? Коли почали спілкуватися, я заметила, що він мені багато бреше. І у мене почали возникати питання, навірно, йому треба або у мене жити, квартирні якісь условії, чи допомога якась, гроші. Тому що він побачив, що я встала на ноги. Тобто ви хочете сказати, що він може отібрати у вас квартиру навіть? Ну, і гроші, і квартиру, усе, усе приходило. Скажіть, будь ласка, Андрій, в таких вопросах, зв'язанних з недвіжимостю, як часто возникають такі мошенническі схеми? Все, що зв'язано з недвіжимостю в Україні, все прямо чи косно зв'язано з различними схемами. Особенно часто буває, коли появляються родственники. Такі случаи редкі, коли брат появляється, обычно появляються родителі. То є, в принципі, ви тоже предполагаєте, що цей человек вполне може бути аферистом? Безусловно. Надежда, давайте все-таки подробно вспомним ваше детство. Где ви виросли? Виросла я в Перечинському інтернаті. А як ви оказались в цьому інтернаті? Я не знаю нічого про своїх родителів конкретно. В інтернаті вже я почала задавати питання, чому я знаходжуся тут. І що вам відповіли виспитателі? Ми попросили документи. І ми почали читати свої документи. І що ви пройшли в своїх документах? А я прочитала, що мої батьки невідомо, невідомо. Що в 11 місяців вони мене в полусмертному ситуації забросили у лікарню. Оце все. Ви когда-нибудь искали своїх родственників? Так. Коли я нуждалася в інтернаті, я нуждалася в них. Я сильно, тому що в інтернаті у нас була, я знаю, що таке дідовщина. Я, хтось мені в армії розповідає, у нас це саме в інтернаті відбувало. Дідовщина. І ми побували в інтернаті, в якому ви провели своє діття. Внимання на екран. Слово по 10, 12, 14 людей, що в кімнаті. Я перетивився по нашому авторитній книзі. І ми знайшли таку її вчинку, лікарню надію 5, 08, 74 року, яка поступила в наш навчальний заклад у 81-му році і закінчила у 89-му році восьмий клас. У нашому навчальному закладу працює багато буржих наших випускників, нашого закладу. І вони, які у нас працюють, вони якраз з лікарню надію в одному і тому самому класі навчалися. Надюшка, тобі привіт. Я хочу тобі побажати, щоб в тебе доля склалась набагато краще, ніж була в дитинстві. Щоб у тебе все получалось, все збулось, щоб ти допомагала діткам. Усього тобі найкращого. Ви так помахали рукой. Хто це? Що це за жінка? Ми ще й в класі вчилися. Ну, у вас жіння теж розбросала, чувствується, да? Да, звісно. Ну, що ви чувували, коли ви бачили зараз це? Як-то своє рідне. Для вас це був родной дом? Звісно. Це для мене був рідний дом. Це інтернат. Я почувствувала, що моє, як би так, моє. Скажіть, ви б хотіли б знайти сем'ю? Родних? Так. Якби у мене є двостяне чувство. В якому сміслі? Зараз у мені 41 рік, зараз у мене є все, що мені потрібно. Я тільки дякую Богу, що я, ну, Бог мене з дірма. Я, вибачаюсь, може це по-нашому сказано, що Бог мене підняв із самого і самого болота. Зараз у мене є все. Все, що мені потрібно для мого життя, розумієте? І на даний момент, якби такі дві сторони працюють. Тут говорить одне, серце говорить зовсім інше. Боїшся страху подивитися, чи ти готова прийняти ту ситуацію? В нашій студії сегодня женщина, которая вырвалась із прежней жизни і совершенно не хоче попасть обратно туди. Іменно сейчас она боїться того самого мужчину, який однажды позвонив к неї в двері і сказав, що він її брат. Але почему тот мужчина, який знайшов Надежду, уверен, що він її кровний родственник? І якщо він брат, то де ж мама нашої головної героїни? Чоловік, який зараз появиться в цій студії, утверджує, що именно він помніт детство Надежды краще, чем вона сама. Встречайте, пожалуйста, Івана. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Надежда, не помнишься? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Іван, кем ви приходитесь Надежде? Братам. А почему вы так уверенны, що она ваша сестра? То, що я її помню з малих годів. З малих, я ще маленьким був, вона заканчувала школу. А вы не могли что-то перепутать? Нет. Внимание на экран. У свої 35 років Іван має все, про що міг тільки мріяти. Власний будинок, кохану дружину та трьох синів. Тепер найголовніше в житті чоловіка – роль турботливого батька і годувальника сім'ї. Там я робив перехматером. То блоки били, то постерігав у школі дітей, то даю коров, то фуражером, то молоко розвозив. Іван виріс в інтернаті без батьків. Він намагався забути дитячі роки і давно полишив думки про пошуки рідних. Дев'ять років тому Іван випадково зустрів на вулиці давнього друга з інтернату. Ми приїхали документи робити, дитячі переоформляти. Давній знайомий запитав, де поділася Іванова старша сестра Надія, яку він добре пам'ятає. І тут Іван пригадав, що в інтернаті він справді спочатку був із сестрою. Чоловік вирішив негайно її розшукати. Бачу, в неї сходиться батько-мати, в мене сходиться батько-мати. Тобто місто проживання теж сходиться, все одне. Але чому ви вирішили искати свою старшу сестру тільки тоді, коли встретили цього давнього знайомого? Я не знав за нею. Тобто ви не знали про нею? Я боявся, я боявся навіть собі признатися цьому. Значить, встретив знайомого, у вас вдруг просыпається уверенность в тому, що сестра вас примет. Так. Ви тоді, 9 років тому, коли позвонили в двір вашій сістрі, вроді як вашій сістрі Надєжди, ви там туди один прийшли чи з цим знакомим? І з ним, і з знакомим. Тобто він вас підтолкнув, а сам йшов? Так, так. Послухте, вас не удивила реакція Надєжди? Даже сильно. Чим именно? Тобто я боявся, що вона мене не прийме за брата. Вона вас накормила, ви там помились, а потім ви ісчезли. Я поїхав в Чернігову. Почому ви ісчезли, раз ви хотіли обрести сестру? Работав тогда фуражером, вже став на роботу. По заробітках роз'їжджався. Я по заробітках роз'їжджався. Я не міг просто, бо треба було копійку, і з чого то починати. Тобто, і в мене не було можливості приїхати. Це правда, що ви пам'ните Надєжду з діття? Так. І що ви пам'ните? Що именно ви пам'ните? Я пам'ятаю, як вона мене виспитувала. Вона вже закінчувала школу. Я ще, може, в перший чи в другий клас. Я вже точно не пам'ятаю, бо годи все-таки пройшли. Так Надєжда в інтернате училась? Так, так, так. Ну, а ви де були? Тоже в тому же самому інтернате. До двох класів. Вона вже цього не пам'ят, але я це пам'ятаю. Іван, а як ви думаєте, а почему Надя може не пам'ятати цього? Годи пройшли. Це годи пройшли. Ну, почему Надя може не пам'ятати вас? По вашому мені. Я не знаю цього. А почему-то действительно странно, но вас старшая сестра совершенно не помнит. Хоча она вроде как при пам'яти и вполне адекватном состоянии пребывает. Что вы скажете, как психолог? Мог ли мозг Надежды просто вычеркнуть эту пам'ять? В старших ситуациях на самом деле такое бывает. Но есть одно но. Судя по рассказу, который вот сейчас рассказала наша героиня, она помнит все, правильно? Да. Поэтому, учитывая то, что она была уже в старших классах, то, о чем говорит наш герой, это не может такого быть в данном случае. Потому что она помнит и другое. Ну, послушайте, Надежда, вы ведь себя помните тогда в детстве? Вы помните, какая стрижка у вас была, как вы одевались, да? Помню. Помните? Я попрошу вас пока помолчать об этом. Вы помните тогда в то время свою сестру? Конечно. Опишите, пожалуйста, ее стрижку, ее одежду. Она так само под мальчика постригалась. Тогда она еще курила. То есть она была как пацан. Как она одевалась? Штаны, кроссовки. Ну, то есть спортивки полюбила. Кто-то его о себе узнает, да? Под мальчика. Я первый раз о себе слышу это. Ну, можно? Вы курили, отевались под мальчика? Стоп. Во-первых, да, стрижка. У нас была, нас в интернате стригли, выбачьте, всех здесь на лесах. Ну, извините, естественно. Мы понимаем, почему нас так стригли. Да. И тут вот. Потом, в интернате я не курила, во-первых, раз. Во-вторых, там не было такое, что ты носил свой одяг и свое. Нас одевали всех одинаково, во-первых. Там не рахували, что ты пацан, что ты девчина. Ну, поэтому... То, что я помню. Ну, ничего. То, что я помню. Я не помню. Скажите, а вы помните, если Надежда была старшей сестрой, то старшие всегда заступаются за младших? Конечно, она за меня заступалась. А что она говорила? Это уже я где-то в другой класс ходил. Уже ж меня перевозили даже. И из интерната, где вы были вместе с сестрой, вас перевезли? Так. И как Надежда с вами расставалась? Да, конечно. Ей было тяжело. Она тогда и сказала, не забирайте брата. Она плакала? Ну, это уже я не заметил, потому что я уже скоро был. Вы помните этот момент? Мне смешно просто. А вы вообще помните его? Может, у вас есть какие-то детские фотографии? Вы не помните вообще этого человека? Я не помню все, что он сейчас это говорит. А его облик какой-то? Хорошо, а фотография? Нет, если не помню. Она уже заканчивала тогда школу. Она может не помнить. Ну, как она может не помнить? Сознательный человек. Братья выросшие, которые хотят найти свою сестру, дети выросшие из интерната не ждут, пока какой-то знакомый приведет за ручку и чего-то боятся. Да ничего, они не боятся, когда зная, что есть родная кровинушка. Понимаете? Они идут на пролом, они идут, они мечтают об этой встрече. Вы как-то так говорите. Он знакомый, а я боясь. И вы настолько неубедительны. Вот внешне, вот внешне, честно говоря. Ну, подождите. Внешне вы очень похожи, да? Есть сходство. Ну, вот смотришь на вас, вас слушая, извините, я вам не верю. Я сам себе не верю. Не может такого быть. Я сам себе не верю. Я вам должен сказать одно абсолютно точно и определенно уже сейчас, что такой истории, конечно, в истории, говорит, Украины еще не было. А что думаете вы, наши уважаемые зрители, действительно ли Иван может быть братом Надежды? Кому вы в этой ситуации, вот к этой минуте пока верите? Надежде или Ивану? Оставьте, пожалуйста, ваш комментарий на нашем сайте в интернете. Его адрес сейчас на экране. Итак, Иван утверждает, что он брат Надежды, потому что они вместе выросли в интернате. И якобы Надежда заботилась о своем младшем брате. Но что заставило нашу главную героиню забыть об этом? Кто еще сегодня будет претендовать на родство, с Надеждой? И удастся ли нам воссоединить семью или, напротив, вывести мошенников на чистую воду? Вы когда-нибудь видели эту женщину? Внутри обида, ненависть, злость и жалость. Я любил своего человека, иначе и быть не может. Иван, вы очень подробно рассказываете о детстве. Так. Но остается под вопросом пока тот момент, как вы могли забыть о сестре на долгие годы. Сам на себя рассчитываю. Но почему вы не искали сестру? Боялся просто. Ну что значит боялся? Это не объяснение. Это совершенно не объяснение. Вы знаете, как сложилась ее судьба после интерната? Не. Может быть, именно в этом кроется ее причина недоверия к вам. Давайте-ка сейчас подробно разберемся, куда повела жизнь каждого из наших гостей после того, как они вышли из интерната. Иван, вспомните, пожалуйста, тот день, когда вы выпустились из интерната. Вам было куда идти? Меня после интерната, другой интернат перекинули. Я уже работал, то есть тоже интернат, Виноградийский район, тоже. Я же постригал там уже, там постригал, блоки был. То есть у вас сразу появилась работа? Да. А семья у вас появилась? Есть. Сколько вы уже со своей женой? Семь лет. Можно сказать, что ваша жизнь после интерната сложилась так более-менее нормально, потому что вы нашли работу, вам было куда податься, вы нашли жену, и сейчас вы вместе с ней живете, так? Конечно. Надежда, а вы куда из интерната пошли? Я пошла учиться в училище ПТУ-13, Перечин. А где вы жили? Как вы жили? В училище мы жили добре. А потом? Общежитие, стипендию нам давали, еще 30 рублей. А потом? А потом мы закончили училище, нам дали документы в руки, ребята, вы свободны. И куда вы пошли? Жить на вокзалах. Обалдеть. Вы жили на вокзале? Да. Я жила на вокзалах. Чем вы там занимались целыми днями? Нехорошими делами. Например? Воровали, отбирали, просили. Нас там компания была 6-7 человек. И мы такими делами занимались нехорошими. И значит, на это награбленное вы, собственно, и жили? Да, мы делились все вместе. А где вы жили? Где вы ночевали? В подвалах. На вокзалах. Сколько лет это было? То есть вы были бездомной? Да. И сколько лет так было? Где-то приблизительно 2 года, годы. Ну, где-то так приблизительно. Вот в эти годы, что еще случилось такого с вами? О чем сейчас довольно больно вспоминать? Больно вспоминать. После этого, когда мои товарищи, это банда, вот с которыми мы жили на вокзале, меня в это время с ними не было. Я не помню, почему меня с ними не было, но не было. И в это время они убили человека, ограбили человека. И чтобы он их не узнал, он сам переводчик работал у Венгрии. И у него очень много денег было. И он как бы из нашей компании, он девушку, ну, что-то там они договорились с девушкой. То есть он ее снял, эту девушку? Он ее снял, хотел получить удовольствие, а в итоге вы его убили? Она ему, она компании сказала, ребята, я его, а вы потом уже знаете, что надо делать. И они ограбили его, там, и бутылка шампанского была. Они ограбили его, он много денег имел, и горло перерезали ему. Ну, это нехорошо, но это так было. И вас всех вместе? И через некоторое время я с этой компанией, своей компанией, я опять как-то встречаюсь. И потом как-то нас в милиция вместе всех собрала. Нас обманули, что типа нас как бы на работу хотят взять, но таким образом нас у всех в купу собрали. И всех посадили по клетках, ну, там, по камерам. А меня в дежурку. Мне кушать дают все. Я думаю, отличная жизнь. Ну, я по себе размышляю. И потом раз, куда-то вышел из дежурки милиционер, и этот, что там сидел у клетки, он говорит, а я говорю, а почему мы здесь? Он говорит, они думают, что мы убили человека. И заходит дежурный, и заходит, и я говорю, что вы нас здесь держите? Вы что, думаете, что мы убили человека? А он, ага, мы же тебе не говорили, почему ты здесь? Значит, рассказывай. Я думаю, себе есть выход в этой ситуации. Я беру вину на себя. Зачем? А чтобы мне было где жить. Я думала, что я себе вот этим обеспечу жизнь. То есть, получается, что вы хотели сесть в тюрьму только потому, что вам бы там дали крышу над головой и дали бы питание. У нее был выбор, вот, пойти туда, и там, где все предоставлено. Да, и в тот момент Надежда приняла это решение. В итоге вас посадили или нет? Нет. По какой причине меня отпустили? Я хорошо очень училась. У меня очень характеристика была хорошая. Я всегда, где надо было, организатором была. Училище, где... И поэтому, когда начали говорить, что я, вот, и сказали, что не может быть. Куда вы пошли дальше? У меня там женщина, она христианка была. И я говорю, а мне некуда пойти. И она начала мне о Боге говорить. Я говорю, о каком Боге ты говоришь? Никому не говори эту лапшу, потому что если бы Бог был, у меня бы такой жизни не было. Ты говоришь мне о Боге каком-то, но я и так очень нехорошо с ней поговорила. Вот. И я ее... А сколько вам лет было на этот момент? Где-то 20. И вас поместили после этого в психиатрическую медику? И мне поместили после этого у психбольницу. Потому что я сказала, если нет, я и таким образом, я и так с собой что-то сделаю. Как долго вы там провели? Три недели. И что дальше? Когда умный человек туда попадает, вы же понимаете, что происходит. Я, когда меня первый раз врач на обход взял, я думала, надо делаться немного дурнее, чтобы меня побольше здесь держали. Вот это реально было. Чтобы опять была крыша над головой, чтобы кормили. Да. И я начала себя дурать. Ну, это реально было. Но когда я там пробыла некоторое время, я поняла, когда ты спишь ночью, и кому-то перемкнет в голове, и он может просто взять ночью, тебе горло передушить или что-то там. И я уже начала думать, не мило, мне это не тарелка, не никакое жилье, как отсюда убежать. И в этот период у вас никого не было рядом, чтобы кто-то вас поддержал? Никого не было. И... Возможно, поэтому вы не верите, что у вас могут быть родственники? Конечно. Так, чтобы узнать, действительно ли Иван родной брата Надежды, мы взяли у обоих наших гостей тест ДНК. Что покажет это исследование? Кто же такой Иван? Настоящий родственник или аферист? Об этом мы узнаем совсем скоро. Ольга, вот разные две судьбы. Скажите. Леш, я в таком ужасе, когда человек за счастье имеет попасть в тюрьму, лишь бы вот не оставаться одному. Это настолько страшно, это, Господи, не приведи, Господи, пережить то, что пережили вы. Но понимаете, вам нужны родственники, потому что на тот момент никого рядом не было. Вот сейчас вам они нужны? Вот если без ДНК покажет, что это ваш родной брат, вы его примете? Конечно. Она же говорила в начале передачи, да, вот сердце мне подсказывает. Я же говорю, здесь одно работает, здесь другое работает. То, что было связано с родным и с семьей, она потеряла. Для нее это была боль. То есть она чувствовала эту боль, и ей было очень плохо, печально и одиноко. И теперь, когда мы говорим о будущем, о том, что она не знает, да, кто придет и кто эти родственники могут быть, для нее это тоже тот же страх и та же боль. Правильно я говорю? Весьма, навсеста. Вот. Но я хочу вам теперь уже порекомендовать, да, что не живите прошлым, живите... Я смотрю, что вы сейчас счастливая, самодостаточная женщина. Живите настоящим и живите своим будущим. Ну, послушайте, но ведь в этой истории, сейчас, в этой студии, либо Надежда, либо Иван действительно кто-то недоговаривает или просто откровенно врет. И вот кто этот человек? Далее вы увидите еще одного человека, который также называет себя братом Надежды. Кто из наших героев мошенник? И какое ошеломляющее признание ждет Надежду от самого близкого ее человека? Оказывается, Иван не единственный человек, кто считает себя крупным родственником нашей героини. А женщина, которая сейчас появится в этой студии, приехала к нам для того, чтобы доказать, что она родная кровь Надежды. Она ее сестра. Встречайте, пожалуйста, Марьяну. Надя, Надя, я как минимум начинаю вам уже завидовать. Большая итальянская семья. Прошу вас. И опять похожая, ты посмотри, Саша. Опять похожая. Леша, может я тоже туда выйду? Не, не, ты не примазывайся. Вы видели когда-либо эту женщину? Леша, уже интересно становится. Это просто, просто это реально. И смех, и грех. Так, вы считаете себя сестрой Надежды. Да, можно салфеткой. Вы в этом уверены? Да. Вы когда-нибудь видели эту женщину? Дайте мне салфетку просто. Салфетку принесите в студию. А мы пока не обратим внимание на экран. Будьте добры. Марьяна – домогосподарка. Все своє життя жінка живе у невеличкому селі Верхнє Визниця, що на Закарпатті. Вона ніколи не виїжджала за межі свого села. І саме тут їй вдалося знайти своє сімейне щастя. У свої 38 років жінка – щаслива дружина і мати трьох дітей. Я кохаю своего мужика, иначе і бути не може дітей, тим более своих. Марьяна виросла в сім'ї рідної тітки. І навіть не здогадувалася, що впродовж багатьох років від неї приховували страшну сімейну таємницю. Ну, я і не знала, що в мене є брат чи сестра. Життя жінки перевернулося місяць тому, коли їй зателефонував родич із сусіднього міста. Тоді Марьяна заклякла біля телефону, адже почула, що до неї в гості збирається рідний брат, якого вона ніколи не бачила. Марьяна, так хто ж тоді збирався к вам в гості? Що це за брат такий? Іван. Іван? Так. Позвонив, сказав, я кажу, твій брат каже. Але я повірила Богу. Я взагалі в цій історії вже нічого не розумію. Значить, приїжджає Іван к вам і говорить, здравствуйте, сестра, брат я твой. Я не говорив так. Я повірила, бо в однуфамільці. Чому в повірили? В однуфамільці, в перших, а в других, мама... Маму ли однуфамільців на світе? Ну так, мама теж казала, що... А ви знали, що у вас є младший брат і сестра? Знала. Мені казала тетка теж. А ви їх раніше не искали? Нет, бо тому, що я неграмотна. Скажіть, а коли Іван к вам приїхав? Коли? Де тому місяць назад. Послушайте, ви абсолютно верите в те, що він ваш брат? Ну так... А если він мошенник? Нет. Почему? Да не думаю, що. Бедная Надежда. А вы, вот, ну, к вам подошла сестра с такими вот чувствами, все, вы так неожиданно. А вы раньше, ну, сколько уже общались, встречались? Нет, я первый раз все вижу. Первый раз видите. А вы скажите... То есть вы тоже о сестре вообще ничего не помните? Я вообще, я первый раз, ну, я первый раз. То есть человек подходит с такими чувствами? То есть хорошо, значит, а вы никогда сестру не видели раньше? Никогда. А где вы жили, с кем вы жили? Я жила с теткою. А что за тетка? Это, которая вас воспитывала? Она вам рассказывала об Иване и ее надежде? Мама говорила, что я сдала каждое дитя, я питала маму. А вы с мамой все-таки общались? Да, я приезжала. Ну, иногда приезжала до мамы, я стала уже більшою. Ага, именно поэтому вы поверили Ивану, что он ваш брат? Да. А мама и тетушка говорили о том, что... Как зовут братьев и сестру? Мама рассказывала. Что она рассказывала? Что моя Ивана сына и Надю дочку. Ага, то есть мама называла имена все-таки? Да, да. И эти имена совпадают с именами Ивана и Надежды? Надежда. Угу. Ситуация действительно становится все более и более запутаннее. Да, казалось бы, уже три героя здесь студии, а мы еще вообще не разобрались. И откровенно жалко Надежду. У нашей главной героини есть, возможно, не только брат, но еще, очевидно, вроде как сестра. Только что в этой студии женщины встретились впервые. Но действительно ли наши герои родственники? Кто их разлучил и где все эти годы была мама Надежды? Марьяна, расскажите, пожалуйста, нам немного о себе. Есть у вас муж, дети? Есть. Маю трех детей. Угу. Маю доброго человека. Вы сказали, что вы неграмотная. Да. Вы нигде не учились? Нет. Как так получилось? Ну, они дали мне в школу. Почему не отдали? Тетка не отдала? Ну, она мне не дала, в принципе, в Мадярскую школу. Ну? Ну, но я там долго не была. У вас не научили там грамоте, счету? Нет, я долго не ходила. Вы счастливы в браке? Дуже. Вы любите своего мужа? То есть, получается, ваша семейная жизнь сложилась, ну, так, более-менее счастливо, потому что у вас есть любимый муж. Да. У вас есть трое детей, и вы вполне счастливы. Да. Надежда, а у вашей жизни была любовь, кстати? Да. Я была замужем. 20 лет замуж вышла. Ну, 22 года родила дочь. У меня прекрасная дочь. Вот. Естественно, была любовь. Ну, сейчас. А где муж? Муж, мы уже давно развелись, как 18 лет назад. Ну, жизнь такая. Потому что я приняла к себе женщину одну жить с ребенком. Так. Потому что ее родители не хотели принять ее с ребенком. Этой женщине негде было жить? Да. То есть, ее выгнали из дому? Ну, она так говорила, по крайней мере. Это был зимний тоже период. Так. И я ее приняла к себе. Вот таким образом приняла к себе. И? И? Она увела вашего мужа? Да. Мы все в одной комнате жили. Ребенку было тогда где-то месяц. Вашему? Где-то. Ну, не моему мужу. А ее ребенку? А ее. Вот. И для меня, я сразу, конечно, когда ты живешь на вокзалах, когда, тем более с ребенком, куда? Зимний период. И так, наша главная героиня просит спасти ее буквально от родственников, которым она пока еще не доверяет. Когда я начала общаться, я заметила, что у меня не много брешет. Девять лет назад у нее на пороге появился брат. Надежда. Не помнишь меня? А в студии наша героиня встретилась с женщиной, которая уверяет, что она ее сестра. Вы раньше, ну, сколько уже общались, встречались? Нет, я первый раз ее вижу. Первый раз видите. Но кто же на самом деле эти люди, которые ищут родство с нашей главной героиней? И что покажет ДНК-экспертиза? И кто всю свою жизнь мечтает вымолить прощение у Надежды? Послушайте, если мы сейчас посмотрим на Надежду, на Ивана, на Марьяну, у них ведь есть сходство. Да. Да, но мне кажется, вот у Марьяны и Ивана больше. Я все-таки хочу пригласить в студию, набраться мужества и пригласить в студию четвертого героя. Значит, этот человек, который сейчас выйдет в студию, утверждает, что именно он виновен в том, что Надежда считала себя всю жизнь сиротой. А большая семья распалась вроде как по его вине. То есть это еще один родственник. Сейчас узнаем. Встречайте, пожалуйста, Золтана. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Перебачьте, страничку, будь такая добра, перебраться, перебратите. Золти, золти, что я, если я виноватый, перебачьте, мне и перебачьте. Судия, перебачьте, я самый старший брат Золтан. Все сестра, Надежда. Слушай, есть кто-то старший надежды в этой студии? Это еще один брат. То есть вы еще один брат? Да. 50-х годов я прошу за то, что мама ей сдала. Я не имал, она тоже не имала поддержку. Я тоже не имал. Я прошу за маму и за меня. Прошу пробачить. Золтан, простите. Итак, значит, вы присаживайтесь, пожалуйста, к Ивану. Значит, вы считаете себя братом Надежды и считаете себя виновным в том, что вся семья распалась. Да. Это не выдуманная история. Это абсолютно жизненное внимание на экран. Это совершенно правильно было. Золтану 53 роки. Він безработный. Усе своё життя чоловік присвятил родине. З дружиною Олександрою разом уже 30 років. У них есть сын и онуки. Я уже 30 років жінкою, двоє, сын в Ужгороді. Останнім часом Золтан усе частіше згадує дитинство. Як потайки заздрив багатодітним сім'ям, що жили по сусідству. Ще маленьким хлопчиком він почувався самотнім одинаком. Через помилку, яку ніколи не зможе собі пробачити. Месяц тому до его двору прийшов чоловік, який назвався рідним братом Іваном. Золтан ніколи б не повірив у таку випадковість, якби не мав документ, який зберігав протягом усього свого життя. Тому що свідоцтво, свідоцтво мене було. Надежда і Івану. Тобто свідоцтво рождення, Надежда і Івана були у вас? Я Івана, як Івана не знайшов, я їм свідоцтво віддав у хаті себе. А откуди воно у вас-то? Я забрав от маму. Подождіть, а у вас свідоцтво рождення є Надежда? Да. А де ви його взяли? Вот і свідоцтво. А це раніше не давали. А де ви його взяли? Де ви його взяли, всі ці документи? Надя, це хто вам дало це свідоцтво? Ка? Ну де ви? Ну дійстотво. А з училища, коли нас випускали, нам же документи... Ну а у Золтана откуди ваше? А я откуди ваше? Я вообще його першуцтво. Так, я обясню, я обясню. Алексей, я обясню. У мене, як і у вас, як і у многих здесь, свідоцтво рождення у СССР. Ещё видно, зелёненьке. Ну. Оно большинство у всіх. Но, в чому нюанс. У многих людей, хто терял, естественно, они, уже будучи независимыми в Украину, обращались по месту прописки, в Логан-регистрацію, получали дубликат или копию пишут. Здесь вот чётко видно, что документы выданы повторно, 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 повторно. Это доказывает, что они обращались, интересовались своим родством и пытались понять, кто папа, кто мама, и один ли папа, один мама. Но там два свидетельства о рождении на имя Надежды. Так? Так, значит, вот подождите, стоп, стоп, стоп. Вот это самое раннее. Вот это самое раннее, и это свидетельство вашей Надежды. Значит, оно было выдано в 88-м, а в 98-м году. Значит, вы располагаете стопорождение Надежды, выданным в 2004-м году. Можно я расскажу, как они помогут? Ну? Мать хотела из документов, у неё же в паспорте записаны были дети. И она пошла, тому, 10 или сколько там, да, там, я неграмотный, она пошла повторно, сделала вот эти документы и держались документы у неё. Потому, я, два роки тому, я пошёл, забрал у неё документы, потому что я верил, что братья найдутся мне. Так, подождите, у вас свидетельство и Ивана, и Надежда? Да, да. И выправлены они одновременно? В один год? В тот же день, более того, в один и тот же день, один год. Так, ничего не понимаешь. А у вас есть ли это стопорождение? Нет, 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 я же потерял все документы. Значит, Золтан, вы вышли в эту студию и тут же встали на колени перед Надеждой, стали просить прощения. Да. За что вам стыдно? Я скажу, за что. Потому что мать их сдала, а я не мав, ну, возможно, чтобы я их опять, чтобы я их не... Куда их сдала? В интернат? Ну, она сдала их в больницу, а зотири забрали их в интернат. Разве так же было. А сколько у вас детей вообще в семье? Пятеро. То есть ещё одного не хватает? Ещё один. А где он? А он где или она? Он дома. Дома? Ну, он... А, так, значит, она одну дочку отдала сестре, вас оставила при себе, так? Меня тоже воспитывали чужие. А троих детей ещё отдала в больницу, так? А их отдала в больницу, да. Для того, чтобы окончательно понять родство или неродство всех наших героев, мы решили проиллюстрировать это. Значит, вот это возможная мать надежды. И, собственно, вот это вот... Это мы делали эту графику по рассказам Золтана. Вот так вот располагается это древо их семейное. Но, конечно же, все точки нады может расставить только тест ДНК. Значит, Золтан уверяет, что он старший брат надежды. И винит себя в том, что именно он разлучил всю семью. Но действительно ли все наши герои – это кровные родственники? Или они всё-таки аферисты, которые почему-то заинтересовались надеждой? Что покажут результаты ДНК-теста? И куда может отправиться надежда после этой программы? Так она тоже не была выпитой. Благодарна, что эта женщина не сделала аборта. И лучше, чем ваше сердце, вам ничего не подскажет. Отец уже умер ихний. Там и не отчим был. Внесите, пожалуйста, конверт с результатами ДНК-экспертизы. По результатам исследований установлено, что... Золтан, до сих пор совершенно не становится ясным, почему малых детей воспитывали именно вы. Мама-то чем она занималась? Она работала на зеленом базаре-туалете. Так, а почему она не воспитывала детей? Так она тоже не была выпитой. А, то есть она пила? Тоже пила. Тоже выпивала. Гулящая. Гулящая тоже. Так детей было пять. Да. И вы, как старший, за ними присматривали. Ну, я только помню Надю, Надежду, Ивана, я помню. И Миша. И все. Ну, тот маленький тоже такой. Уже полностью увы. А что вы можете еще своей маме рассказать? А я ей все ввиняю. И скажу, зачем, то кажу, мама такое забыла. Она уже... Для того уже... А, на что? Синеса северку и что-то такое. Отец где? Отец уже умер ихний. Там и не отчим был. А, то есть у вашей мамы были разные мужья? Да, да, да. И вы родные по линии мамы? Да, да, да. Братья и сестры. Знаете, когда мы готовили эту программу, то, конечно, мы их прежде всего хотели узнать. Да, в конце концов, родственники они или нет? Или это на самом деле аферисты? И мы, конечно же, хотели разыскать маму Надежды. Потому что у нее спросить лично, почему она так жестоко поступила со своими детьми, если она, конечно, самая настоящая мама. И какие обстоятельства ее к этому вынудили? Мы потратили очень много сил и очень времени много на то, чтобы действительно найти маму Надежды. Мы ее нашли. Вы готовы увидеть впервые в своей жизни женщину, которая считает себя с вашей мамой? Ну, не мамой, а тетю. Просто женщину, пока на данный момент. Но вы готовы ее увидеть? Я этого хочу. Внимание на экран. Ну, я не всегда была воспитыватель. Малыш, люди добрые, добрые им будут, потому что я там воспитывала все. Поездовала их. Декрет мало давали. На робитель, кто мог, робить. Тата, пять слов. Дуже важко, дуже. Чекала, пока он заснул, там, выдвинь, высоко тела, пока он не заснул. Бутыл, бутылками кидал за мной, раз бы ударение, бусы медицинской бутылки, шоу, столовое вино было. То кровь заляло, то она начала ревище, а тут, дуже погано. Тата, думай, шо робить. Я дуже погано в состоянии жила. Надя была воспалена. Не поносила вона. И сдала мне в больницу. Я відказ не писала вовше. А я пишла, мол, кто в Кургаеву, в больницу, уже их не было. Надю, я не... Відказ я не давала мне, Надя. Ивана выдала мне відказ. Ваша мама, к сожалению, не смогла сегодня приехать. Ну, та женщина, которая называет себя вашей мамой, она очень старенькая и плохо себя чувствует. Но и очень себя винит за то, что произошло. Вы верите этой женщине? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она говорит, уже несколько лет, она за это уже несет наказание. На данный момент я хочу ее простить на все сто процентов. Если ты прощаешь, в первую очередь ее, ты с этим живешь легко. Надя, и лучше, чем ваше сердце, вам ничего не подскажет. И никто не подскажет. Но все-таки я смеюсь возразить Александру. Видимо, будет ответ в конверте, который вот-вот появится в этой студии. Конверт, в котором находятся результаты ДНК-исследования. Сейчас мы узнаем эти самые результаты. Мы также совсем скоро узнаем, куда, очевидно, после программы поедет сама Надежда. Внесите, пожалуйста, конверт с результатами ДНК-экспертизы. Результаты находятся вот здесь, в этом конверте. Надежда, я, знаете что, я считаю, что вы должны открыть этот конверт и прочесть. ДНК-исследование установлено, что Зевди Надежда, Локотуш Иван, Локотуш Золтан, Волошина-Маряна, являются родственниками по материнской линии. Мать Ольга Стефановна Локотуш. То есть вы действительно братья и сестры? По маме. АПЛОДИСМЕНТЫ Что скажете? Что скажете? АПЛОДИСМЕНТЫ С одной стороны, как-то мать есть мать. Первое, родину не выбирают, мать не выбирает. Я очень благодарна, что эта женщина не сделала аборта. Какая бы она ни была, я есть на свете. И какая я есть, такая я есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, но вы принимаете братьев и сестер? АПЛОДИСМЕНТЫ Вы принимаете их? АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Как бы оно ни было, сейчас я на данный момент, у меня сейчас все в голове, знаете. Я, ну, это, естественно, надо, надо время. Да? АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете... Вы понимаете, что я скажу? Самая важная встреча... АПЛОДИСМЕНТЫ Самая важная встреча еще, наверное, все-таки не произошла. Но она может произойти. Ваша мама очень просит, чтобы вы приехали и навестили ее. А она, вы видели, очень больна, и ей очень важно дождаться вас. Конечно, решать вам. В принципе, вы готовы поехать к ней в гости? Я не могу сейчас вам сказать. Я, как бы, у меня двойное чувство, но я хочу это сделать. Вы готовы вас отвезти? Реально? Да. Вы едете? Да. Вы едете? Так какой же будет эта встреча спустя долгие-долгие десятилетия? Первая встреча Надежды и ее мамы. Первая за 41 год. Благодаря возможностям телевидения вы увидите это прямо сейчас. Добрый день, Оля Степанина. Добрый день. Добрый день. Дякую вас. Я с этим вопросом ишла, почему в моем жизни так сложно стало. Я не понимаю. Но я хочу вам сказать, что я вам прощаю. Понимаете? Я понимаю, что вы тоже себе картаете за все свое життя, почему так в вашем жизни стало. Что вас могло так сломать в вашем жизни? Понимаете? Ты видишь меня вообще сломала, но у меня в жизни вообще не было. Нервный парадик. Бережите себя, хорошо? Да, 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 да. Все, я дякую Богу за нашу встречу. Да, я дякую. Субтитры сделал DimaTorzok . Субтитры сделал DimaTorzok